Настраиваю фокус. Что ж, надеюсь, телевизор не сильно меня перекричит, и я смогу вам рассказать. Я сегодня хочу рассказать, точнее, я сегодня хочу с вами поговорить на такую тему, которая бесконечна на самом деле. Тема осенних андрей. Назвайте это видео как хотите, мои фавориты, то, что мне нравится за месяц, или как избавиться от осенних андрей. Но, скорее всего, я назову его так, как я избавляюсь от осенних андрей. Первое, и самое, пожалуй, для меня важное, так-то, по сути, все азербайджанцы чаем малые. То есть мы постоянно получаем. Грустно? Надо выпить чай. Надо принять какое-то тяжелое решение? Надо выпить чай. Если болит голова? Надо выпить чай. Но вот на период осени я вам советую пить больше, да, согревающих напитков. Например, какао. Вот сейчас я пью, например, какао. Скуситься это приятно, когда ты, например, дома, и тебе грустно, и ты себе делаешь какао, смотришь в окно, там, слякать, и попиваешь его, и на душе так становится тепло, классно и расслабляюще. И плюс это вкус из детства. А детство это всегда самая лучшая, самая яркая, самая веселая пара. Вне зависимости от того, какая погода за окном. Поэтому первое, какао. Оно, в принципе, недорогое, еще и не полезное, поэтому думаю, что надо, надо попробовать. Что мне еще? Как правило, осенью еще не хочется краситься. Не знаю, как у вас, у меня так. Не сказать, что я не ношу сильный яркий макияж, но я часто пользуюсь именно, убирая, там, допустим, мешки под глазами, которые постоянно от недосыпок у меня бывают. Они красятся, ну, там, глаза, подчеркнуть, еще что-то. И в этом смысле, если честно, меня спасали очки. Я их заказала с Китая, они абсолютно обычные, приобычные. И люди теперь у меня, рядом со мной, близкие мои, разделились на два лагеря, те, кому это нравится и кому не нравится. Но, если честно, мне нравится, и это главное, это нравится Халику, и это для меня важно. Это не нравится моей подруге, это не нравится моим друзьям, люди смотрят на меня, как ты смашешься, ну, ладно. Но мне нравится, честно. Во-первых, потому что можно не краситься. Во-вторых, потому что ты в очках чувствуешь себя защищенной, как будто ты есть между тобой и людьми какая-то ограничивающая, такая стена, которая вас как бы разграничивает. Поэтому очки мне очень нравятся. Можно я просто останусь? Если еще говорить о том, что может избавить от грусти, от осенней хандры, то есть, честно, хорошая книга. Книга сейчас с другого удовольствием, я понимаю. Но дешевле заказывается в интернете, чем покупать в магазине, потому что плюс там еще аренда в магазине и все такое. Я купила себе в магазине, но вам советую на Азоне. И последнее, что я прочитала, это книга «Лечина Сибарьева». Мой соотечественник, тоже асербайджанец, многие его читают, я знаю, и многие его разбирают на цитаты, но я, если честно, до последнего его не читала. Это, по-моему, это моя первая книга из «Лечина Сибарьева». Хотя он пишет «Астануя», «Малень и Мугорь», а в этот раз он написал об Азербайджане, и я не могла не купить это. Я, конечно, уже ее не читала, но на самом деле я могла бы ее прочитать намного быстрее. Просто у меня с детства привычка, если мне что-то очень нравится, я это растягиваю, допустим. Допустим, мороженое я ела очень долго. Некоторые быстро съедают, я его ела очень долго, смаковала. И также с книгами хорошими я тоже долго читаю, смакую и думаю, ну, там чуть-чуть осталось, потом прочитаю, потом. Вот, я наконец-то дочитала. Эта книга называется «Расскажи мне о море». И эта книга, она на самом деле отправляет нас в детство. Мало того, что я считаю, что каждый азербайджанец должен ее прочитать, потому что там есть кусочки нашего детства, азербайджанского. То, что нам знакомо, то, что нам близко. Если вы просто интересуетесь культурой, то я советую. И если вы просто скучаете по своему детству, то я вам советую ее почитать. Потому что вот в ней нет, по сути, какой-то сюжетной линии. В ней нет чего-то такого захватывающего. Но, если честно, я просто, я плакала. Я редко плачу, но тут не было никаких сюжетных линий, которые могли бы заставить плакать. Почему я плакала? Я до сих пор не знаю. Ну, вот, наверное, воспоминание, наверное, это так сильно тронуло мое сердце. Она, наверное, так сильно задела меня, заживула, что я вспомнила что-то свое, что-то родное. И плакала, пока смотрела. Я снимаю, и все на меня смотрят. И это неудобно, но я борюсь со своими страхами, со своими комплексами. Поэтому пусть смотрят. Я буду продолжать. Вот просто еще у бодрожного окна сжу. И прям вообще еще и с автобусов на меня смотрят, еще и прохожие смотрят. И те, кто тут кушает, тоже смотрят. Это что касается книги. Ее можно заказать, опять же говорю, лучше заказывать ее на Азо. Я постараюсь найти сынку. Отправляйтесь в детство. Это тоже может, на самом деле, подарить приятные эмоции и перекрыть вот эту вот хандру. Что еще? Фильмы. Фильмы, которые я посмотрела за последнее время, которые меня вдохновили. Как раз я тоже смотрела их в осеннюю, противную, слякотную, грустную, пасмурную погоду. Это был фильм «Коко де Шанель». О жизни, вы сами поняли, кого он. Коко Шанель. О ее тернистом пути, который ей пришлось пройти. Потому что я сейчас тоже чувствую себя на перепуте. И я хочу пробовать себя в разных проектах. Я хочу развиваться. И этот фильм меня, на самом деле, вдохновил. Потом я еще посмотрела «Область тьмы». Оказывается, я его до этого смотрела, но немножко забыла. Конечно, я бы хотела себе пару таблеток НЗТ, чтобы получить такой прилипсив и включить мозг. Но, по-моему, просто мы плохо знаем свой мозг. Его можно и без всякого НЗТ включить в такой рабочий режим. В прошлом видео я уже вам советовала, и в этот раз я вам посоветую планировать свой день. То есть забивать его как можно плотнее делами, разными абсолютно. Я когда в Инстаграме в одной из воскресеньев напомнила вам о том, что нужно подготовиться к понедельку. И как я готовлюсь к понедельку. И некоторые девушки мне написали, было бы куда готовиться. То есть мне некуда пойти. Как некуда? Да по-моему, место можно придумать. Да я не знаю. Да что угодно. Да в библиотеку можно сходить. Вообще, когда в последний раз появилась? Когда я в последний раз бываю библиотеку? Она у нас ремонтируется. Но я хотела бы сходить на свою университетскую библиотеку. Посмотреть. Вспоминать. Да что угодно. Да я не знаю. Придумайте себе. Возьмите книгу. Найдите кафе, которое вам по душе. Возьмите чай и садитесь читайте. Я просто не знаю, как это некуда. Я даже не знаю, а чем вы занимаетесь тогда по жизни? Что в подвешенном состоянии? Ни в коем случае не находитесь в этом подвешенном состоянии. Обязательно что-нибудь делайте. У меня бывают дни, когда я тоже дышу вот в этой невесомости, и я себя чувствую в машине ужасно. Лучше постараться от этого избавиться. Кстати, вот вспомнила про воскресенье. Обычно по воскресеньям я еще делаю себе маски. Моя маска в основном это убедительная маска. Потому что папа тебе полупал. И разлетелся. Ну, у меня с короткой. Маска. У меня проблема. Проблема-проблема. Человек, дочке. Я понимаю, что до самой старости я буду с ними бороться. Наверное, до самого последнего своего дня. Но забрасывать их нельзя. Я понимаю, что ни в коем случае нельзя забрасывать. Поэтому я делаю себе глиняную маску. Маску я вам показывала в одном из видео. Это глиняная маска от фирмы Тие в марокканском. Она еще с эфирными маслами. И, судя по описанию, она как бы обтягивает. Но этого недостаточно. И сегодня я еще пойду куплю. У меня закончились полоски. Полоски для носа. Ой, честно. Я очень полюбила эти полоски. Они лучше любой маски, если честно. Но мне кажется, что они эффективны. Потому что, когда ты вот это вот издираешь. И, ой, это чувство. Когда ты видишь предмет вот того, что ты там вычислил. То есть, когда ты чувствуешь, видишь на пастыре то, что ты вытащил из гор. И это такое положенное чувство. Я не знаю, наверное, звучит странно. Но для меня это прям реально очень классно. Тогда я чувствую себя более кожной. Вообще, девушкам я советую пару процедур, которые подарят вам ощущение ухоженности. Ощущение того, что вы следите за собой. Что вы отлично выглядите. Я еще в школе начала. То есть, это ощущение я получила еще где-то в классе 7-8. Когда мне подарили набор уходовой косметики Мия. Помните такое? Когда мне подарили Мия. И там был тоник, молочко. И, по-моему, скраб. И однажды я сделала и почувствовала вот это вот ощущение, когда ты трогаешь кожу. Она такая гладкая, ухоженная. Это вообще это суперское, блаженное ощущение. Я его потом запомнила навсегда. И вот тогда я почувствовала себя настоящей девушкой. Тогда я поняла, что мне надо ухаживать за кожей, чтобы ощущать себя девушкой. Как бы странно это ни звучало. Пусть будет одна маска, пусть будет один крем или одно масло. Я вот сейчас у меня, вот здесь вот сухая кожа, а тазорно-жижная. Я пользуюсь нейтральными маслами. Это кокосовая и органы. Тоже, кажется, я вам показывала. Ну, в одном из видео обязательно покажу, чем я пользуюсь для кожи. И это тоже избавляет от такой хандры, потому что ты... Какая разница, что за окном, когда у тебя спа-процедура дома. Я думаю, что вот эти вот маленькие советы хоть как-то вам помогут. Я, наверное, уже перестану прописать, потому что все люди на нас смотрят, они только не по себе уже становятся. Я прощаюсь с вами до следующего видео. Если оно вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Я буду знать, что я не зря это делаю. Нам же ничего не стоит. Просто поставить лайк. И подпишитесь, если вы до сих пор не подписаны. Я прощаюсь с вами до следующего видео. С вами был Игорь Негода.